Ситуация в нашей стране вполне, друзья, управляемая и вполне предсказуемая. Начинается инфляция. Рекордная за 20 лет инфляция и новый виток падения реальных располагаемых доходов вынуждают россиян все чаще продавать вещи на сервисах частных объявлений. Люди стали нищать, люди стали беднеть и они стали продавать свои вещи. Крупнейший такой портал это Авито зафиксировал рекордное число публикаций после начала войны с Украиной более 100 миллионов. С начала года россияне в два раза чаще выкладывали новые объявления по сравнению с 2020 и 2021 годом. За январь-май число активных пользователей выросло на 20%. По данным компании число новых объявлений в день увеличилось на 400%. За сутки добавляется в среднем 760 тысяч публикаций. В конце мая был зафиксирован абсолютный рекорд – почти 1 миллион объявлений за день. По данным Росстата в первом квартале реальные располагаемые доходы россиян, то есть сумма, которая остается на руках за вычетом всех обязательных платежей и инфляции, сократились на 1,2%. В этот период жители страны тратили больше, чем зарабатывали. Деньги брали и сбережения, а пенсионеры за три месяца обеднели на 8,3%. Даже с учетом прибавки к пенсии на 7%. Это 1104 рубля прибавили к пенсии. Такого спада доходов пожилых людей в стране не было с 1999 года. Тогда из-за дефолта и девальвации рубля их реальные доходы упали на 40%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, России грозит самое долгое падение экономики со времен распада СССР. В 2022 году ВВП страны снизится на 7,8%, в следующем еще на 0,7%. Но я вам хочу сказать, что значит нам предрекают на 0,7%, а оно может быть на 70%. Мы не знаем, что будет завтра и какой сюрприз приготовили нам наши руководители. В ведомстве отметили, что ожидается рекордная за 20 лет 17% инфляция, которая обвалит реальные доходы граждан на 6,8%, чего не было с 1999 года. Авито обратило внимание, что снаряжение российской армии распродали на Авито. Коррупция в России везде суще и широко распространена в ее оборонно-промышленном комплексе и вооруженных силах. Свидетельства из Украины дают основания полагать, что ее ценой становятся жизни российских солдат. С этой фразы начинается отчет экспертов Британского Королевского Объединенного Института Оборонных Исследований Руси. Сэма Крэнни-Эванса и Ольги Ившиной. Они в частности показали, что российские военнослужащие на передовой страдают от нехватки изделий медицинского назначения, шлемов, раций, ранцев, маскировочных сеток, спальных мешков, бронежилетов, а также приборов ночного видения, нормальной обуви, теплой и водонепроницаемой одежды, топливо для полевых кухонь и еды. Если вам нужна военная экипировка, друзья, покупайте ее на Авито. Находящимся на фронте солдатам порой приходится использовать списанные предметы экипировки, в том числе бронежилеты. Бронежилеты не изменят ход войны, однако повышают выживаемость пехотных подразделений и могут радикально сократить число боевых потерь. Это все отмечается в отчете британском. Они также приводят слова бывшего офицера. Призывники получают форму бывшего потребления, потому что новая продается на Авито. И получают они ее на 1-2 размера больше, чем нужно, потому что наиболее востребованные размеры уже проданы. На Авито можно найти даже элементы боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Еще называется комплектом солдата будущего. Создание и обеспечение ею войск считалось одной из важных задач модернизации российской армии. Госкорпорация «Ростех» сообщала в конце 2020 года, что за 8 лет в войска было поставлено 300 тысяч комплектов «Ратника». «Ратник» – это передовая экипировка, позволяющая успешно выполнять широкий спектр задач на поле боя. Она объединяет более 60 элементов – оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха. Базовый комплект «Ратника» стоит 3,5 тысячи долларов. Это оценка по курсу 2017 года, когда цифру в 200 тысяч рублей называл гендиректор входящего в «Ростех» с ней Тамаша Дмитрий Семизоров. Но единый общевойсковой бронежилет 6Б-45 из его состава сейчас можно купить на «Авито» за 200-250 долларов. Так говорится в отчете. С бронешлемом покупка обойдется 300 долларов. Что касается бронепанелей «Гранит» по 10 тысяч рублей за пару, то они, как говорится в одном блоге, пилились прапорами со складов и продавались на «Авито», так как это был бизнес с нулевым вложением. Десятка применительно к вопросу выглядела себе вполне неплохо. Особенно, друзья, плохо придется тем, кто будет мобилизован и получит залупу вместо проданного бронежилета. Такая вот коррупция у нас, друзья, с вами в российской армии. А российский президент берет все под свой контроль. Что происходит? Непонятно. И будет ли это все контролироваться президентом Российской Федерации? Честно скажу, я сомневаюсь, друзья. Это армия. Он туда не будет соваться. Ему самое важное – деньгами привязать к себе олигархов. А то, что в армии делается, ну так разве это важно? Важно, что россияне сейчас нищают, но также могут обнищать и олигархи, если Путин заблокирует все их счета и собственность. Олигархи спускаться с небес до народной массы не хотят. Поэтому, конечно, они будут, друзья, со всех сторон поддерживать Путина. А Путин сейчас будет над ним издеваться. Скажет одно – они его поддержат. Он скажет другое – они тут же его поддержат. Хотя оба высказывания будут прямо противоречивы один другому. Ну, я так полагаю, Путин шутник. Он любит шутить над своими дворовыми собачками, олигархами. Посмотрим, кто кого. Ведь это ведь от страха. Путин боится, что они его переселят. Их много. Он один. Поэтому можно наложить финансовые ограничения, чтобы подчинить себе эту олигарховую дворовую свору. Собак. Я полагаю, сегодня такие ходят титулы у тех, кто находится рядом с Путиным. У тех, кто под ним, под его ковриком. С его стороны он прав, друзья. Он делает правильные вещи. Да только же мы не знаем, не объединятся ли олигархи против него. Хотя его подстраховывает дядя Сэм и Англия. Его подстраховывают. Те санкции, которые применяются к российскому бизнесу и олигархам – это, друзья, на руку Путина. Поэтому там договорняк наверху очень большой. С одной стороны санкции, с другой стороны Путин. Куда из этого капкана бежать бедному олигарху? Ну, а что касается о тех вещах, которые начали россияне массово продавать на Авито. Что же, друзья, это показатель правления гениального императора. Возможно, именно этого он добивался. Но только говорил-то он одно, а на деле получалось другое. Россияне, кричите массово слава Путину, чтобы вас не тронули. А дальше что будет? Но это уже ваше дело внутреннее, что будет дальше с вами, когда у Путина такие полномочия, что он просто все операции Сбербанка может остановить одним движением своей руки. То есть не выдать вам никаких пенсий, не выдать вам никаких денег. Это все в его руках. Я же говорю, что его полномочия стали гораздо шире и больше, чем были у товарища Сталина. Это того, кого копирует Владимир Путин. Кому он поклоняется. И 23 февраля 2003 года Путин произнес в Кремле речь в честь Советской Армии, Красной Армии. И закончил он эту речь словами «За здоровье товарища Сталина». Я Таня Карацуба, Сеидбургхан, а ролик на эту тему смотрите у меня на канале.